Архив кинорежиссера Андрея Тарковского прибыл в Ивановскую область, в город Юрьевец. Здесь Тарковский прожил несколько лет. О пребывании режиссера на Ивановской земле напоминает многое. Дом, где он жил, школа, где учился. Долгожданная церемония передачи уникального архива состоялась в художественном музее. На Новоской таможне завершило таможенное оформление прибывшего в нашу население архива Андрея Тарковского. Решили вам передать данные архивы на хранение. Бесценный с точки зрения исторической и культурной значимости архив включает в себя аудиокассеты, мини-диски с голосом Андрея Тарковского, письма, дневники. Альбомы с фотографиями содержат снимки, сделанные в кругу друзей и на работе. Покажите. Вот видите, это сценарий. Это, наверное, фильм «Убирая белый цвет». Легендарное письмо Андрея Тарковского, адресованное Леониду Брежневу, на глаза журналистов не попало. Музейщикам прежде придется разобрать кипы бумаг, и общественности, скорее всего, представят уже копию этого документа. Задача перед коллективом музея поставлена, сделать полную инвентаризацию, оценить все эти документы, прочитать их, перелистать каждую страничку, подержать в руках, как говорится. И сделать примерный вариант того, как можно их использовать и в каких целях. Часть экспонатов обязательно попадет в дом музея Андрея Тарковского, где кинорежиссер жил в годы Великой Отечественной войны. Тогда под одной крышей уживались несколько семей. Из подлинных вещей в музее хранятся только два экспоната. Пепельница, принадлежащая матери Андрея, и портфель, с которым будущий режиссер ходил в школу. Музей создан во многом благодаря сестре Тарковского Марине. Здесь большая заслуга Марина Арсеньевна, сестре Андрея. Во-первых, ее воспоминания, ее рассказы о том, как здесь проходила жизнь, какая обстановка была в квартире, ну и как они жили, как это все. В принципе, вот это все, конечно, изложено очень хорошо в книге, в ее первой книге «Осколки зеркала». В день передачи архива о деньгах, которые пришлось заплатить за уникальные материалы по итогам аукциона, вспоминали реже, нежели о том, насколько ценны в культурном аспекте эти документы. У нас не так много брендов, чтобы сказать, что мы живем на замечательной культурной родине. Так вот, Тарковский – это символ, я думаю, великой культуры XX века. И то, что этот процесс, вот этой замечательной, извините за это слово, приватизации гения продолжается, я думаю, что это прекрасно. Подготовить первую экспозицию на основе приобретенного архива Андрея Тарковского планируется к Международному кинофестивалю «Зеркало». В этом году он пройдет с 11 по 16 июня. Однако увидеть оригиналы уникальных фотографий и документов юревчане и гости города не смогут. С подлинниками имеют право работать только сотрудники музея. Для всех желающих будут сделаны копии. Они будут храниться в Ивановской областной научной библиотеке. Для культурологов, историков, кинокритиков планируется организовать научно-практическую конференцию на тему творчества Тарковского. Не останутся в стороне от культурного наследия общемирового масштаба и жителей областного центра. Одну из выставок предполагается провести в Краеведческом музее. Любовь Почельникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.